На востоке было царство Красного Чака, откуда приходило багряное палящее светило. На севере царствовал Белый Чак. Его ледяное дыхание приносило снега и дожди. Черный Чак жил на западе, где над песчанными пустынями чернели горы, а на юге, где жители саванны и поколыхались пестрые разнотварьи джунглей, правил Желтый Чак, а между царствами богов лежала страна народа Майя. Со всех сторон слетались благодатные земли Майя Чаки, шумя ливнями и грочами грозами. На Клаляне они гигантские кувшины с водой. С небес сходила радуга, и вечно юный бог кукурузы и владыка лесов Юмкааш начинал прорастать с зелеными побливами. Так говорится в одной из легенды Майя, много было у них красивых элемент. Не меньше, чем красивых городов с красивыми названиями Поленки, Тикал, Ум, Ушмал, Чечен, Ица. В этих городах возводились каменные дворцы, украшенными резными узорами, ступенчатыми пирамидами с храмами солнца на верхних площадах. Астрономические обсерватории, стадионы для игр в мяч и каменные арены театров. Название майского города Чеченица означает буквально «рот колодца пасть». В середине V века племя Ица нашла на этом месте сенот «Естественный колодец» и обосновали вокруг него. До X века Чеченица был богатым и красивым городом, одним из важнейших центров цивилизации майя. Во многом загадочный еще и сегодня. В городе процветали искусство ремесла. В храмах совершались пышные многоделные мистерии, часто с человеческими жертвоприношениями. В 692 году индийские племя Ица по какой-то причине покинули свой главный центр. Уже тогда величественный и прекрасный. С их уходом все здания и храмы пришли в запустение. В IX веке на полуострове Юкатан пришло время толтеков. Они подчинили себе значительную часть государства майя, захватили город Чеченица и сделали его своей новой столицей. По всей вероятности майя и толтеки не воевали друг с другом. Слияние их было мирное. Толтеки приняли язык майя. Их достижения в астрономии и математике научились у них возделывать землю. Сами они принесли новые порядки. Вместе с ними пришли и новые боги. Майя переняла у толтеков искусство возводить круглые здания, похожие на небольшие башни, обсерватории. Начали поклоняться их богу. Ученые нищие не исключают, что Чеченица была столицей изгнанного из Тулы верхнего бога-вождя Топельтица Капелькоатля, который у майя был известен под именем Кукулинкана. Для этого бога была построена пирамида в Кастильо, возведенная на развалинах более древнего сооружения, господствующая над всей окружностью местностью. Пирамида представляет собой девятиярусные сооружения с лестницами на всех четырех сторонах. Каждая лестница состоит из девяносто одного ступени. Своим симметрическим расположением, строгой ориентированностью по сторонам света и числа ступеней лестница символизует времена года, месяца и дни. В дни весеннего и осеннего равноденствия здесь можно было наблюдать, как лучи солнца падают на камни пирамиды. Таким образом, что пернатый змей Кукулинкан, голова и хвост которого были вычислены соответственно на вершине и в основании пирамиды, словно оживает и извиливаясь, начинает выползать из храма. Талтекский правитель пернатый змей прежде всего приказал построить побежденным майским городом святилище бога Кецаля, имя которого он носил. Завоевавшие Мексику испанцы назвали этот архитектурный памятник караколь, улитка, так как морская раковина, улитка, была одним из обычных атрибутов Кецаля, повелителе от ветров. Цилиндрическую форму в Мексике имели только святилище пернатого змея, но майя связала эту постройку не только с богом Кецалем, но и своим календарем. Здание первоначально кругло, впоследствии отнесли террасы. Над первым этажом караколя строили и возвели второй этаж, тоже круглое, но значительно меньших размеров. В стенах верхнего этажа проделали четыре квадратных отверстия, и в центре над подстройкой таким образом была создана обсерватория, откуда жрецы наблюдали за небесными светилами. Звездотчеты майя пользовались в караколе двойным календарем, а впоследствии и двойной системой счета. Когда в Чеченицу вступил пернатый змей, к этой системе прибавился и третий календарь, которым продолжительность года определяется временем вращения Венеры в 584 дня. Индийские астрономы, которые искали взаимоотношения светил, абсолютный порядок, быстро нашли соотношение между граждан годом Майя и годом планеты Венеры. На расстоянии трех полетов стрелы от центра Чеченицы располагался колодец смерти, в котором жил Юмчак, бог дождя и влаги. Синод Майя считали священным, рек вокруг не было, и вдруг на этом месте известняковая порода провалилась и появилась вода. Под ней исчезли кусты и деревья, только белые стены, колодцы среди пышной зеленой джунглей. Как зубы бога Юмчака требовали жертв. Если бог будет гневиться, то все на земле погибнут – деревья, птицы, звери. Без дождя все сгорит, и тогда погибнут сами люди, останутся только высокие горы и бездомное небо. Что бог Юмчак проявил милость, ему нужны самые красивые девушки, которые он ждет на дне священного колодца. Неподалеку от священного сената вывелся дом черных писем, названный так по изображению майского жреца, который находится в центральном помещении. Фигуру жреца украшает венок, изрисованных черной краской – майских иероглиф. Кроме черных письмен, стены этого здания имеют красные оттиски человеческих рук, какие нельзя увидеть ни в каком другом месте. Чешский ученый Стигал отмечал, что их могли оставить строители дома черных писем, которые производят впечатление незаконной постройки, покинутой раньше срока. Среднюю часть зданий видят широкая лестница, однако до возведения следующего этажа очередь так и не дошла. Кроме того, из 18 помещений дома черных писем рельефами украшало только одно. В результате завоевания талтеков сложилась смешанная майя талтекского культура, просуществовавшаяся несколько столетий, где архитектуры того времени были характерны в нарушительных размерах храмы. В сложенных из рыхлого свистника храмы стояли на массивных основаниях платформа, богато, украшались берельфами и настильной росписью. Таким и был храм воинов, построенный в честь талтекских воинов, чьи образы воспроизводят большинство колонн этого храмового комплекса. Город в храме стерегует изображение бога, который привел воинственный талтеков, чеченица. Это две высокие колонны в виде пернатого змея. Храм воинов был украшен множественными фресами, с изображением на министрологические, исторические и даже бытовые сюжеты. Но особенно часто встречаются здесь образы ягуара и орла. В храме воинов ввел когда-то просторный зал с колоннами. Бесчисленные колонны, изображающие талтекских воинов, стоят и сегодня. Только без крыши здесь была обнаружена и мужская фигура, изображенная в несколько необычных позе. Полурежа, приподнявшись на локтях с высоко поднятой головой, каменный истукан, пережив все хранный город. Смотрит так же гордливо и насмешливо, так и тысячи лет назад. Этот чакмон – божество воинственного племени талтеков. Он держит в руках большое блюдо, в котором, возможно, когда-то возжигали священный огонь. Или колорей в него подношение богам. Храм воинов раскопал американский ученый Эрл Моррис, который установил, что в фундаменте храма замуровано еще более древнейшее святилище. Он пробил стены нынешнего храма, а внутри него нашел только такой же храм, только меньше размеров. А на внутренних стенах обоих храмов Моррис увидел прекрасные фрески, изображающие героические побеги воинов пернатого змея при завоевании Юкатана. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok